Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики! Еще одна ручка на обзоре, в этот раз мне пришло. Видите, три новых ручки, поэтому такой фонтан обзоров. Ну, скажем так, мини-обзоров, это конечно не обзоры такие, в самом себе. Вот, это уже тот же самый магазин, в котором была куплена предыдущая ручка. Поэтому вот эта ручка пришла опять же в такой же бархатной упаковочке, с веревочками, опять же целлофанчик и, собственно, вот эта ручка. Внешний вид достаточно оригинальный, такой красный, как типа коралла. Вот, называется это, это немножко другая ручка, другой производитель, называется Bauer, модель 517. К сожалению, не указывает толщину пера производитель, но, по крайней мере, говорит, что эта ручка трена 14 сантиметров, вес ее приблизительно 30 грамм. Вот, собственно, смотрим, колпачок, перо немножко другое, тоже открытое, но поменьше, чем у предыдущих ручек. Вот, посмотрим, как оно пишется, я думаю, что оно мягче, хотя нет, вот по ощущениям оно все равно твердое какое-то. Опять же, коллектор такой же, здесь бумажка китайская, вот, что-то там внутри коллектора такое, а, нет, это просто, видимо, смазка шарик. Это все тоже снимается, естественно. Можно использовать картриджи для заправки. Вот, пожалуйста, вставляем назад, а, нет, мы сейчас ее заправим, а потом вставим назад. Ну что, какими чернилами будем заправлять? Давайте традиционными фиолетовыми. Все падает, но это ничего страшного. Чернила на месте, тряпочка на месте. Все готовы, начинаем. Шарик внутри не дает до конца опуститься поршню. Ну ладно, ничего, попробуем так его заправить. Заправляем, стараемся медленнее, чтобы захватить побольше чернил. Ну, собственно, нужно не больше, просто, ну, вот, захватили, чуть не капнули. Вот, резервуар заполнен. Закрываем чернила. Так, опа. Кстати, говорят, что есть какие-то хорошие другие чернила, но это чернила у нашего производителя, поэтому обычные чернила фиолетовые. Я, наверное, может быть, попробую новые чернила какие-то другие купить. Вот еще одна особенность этой ручки, то, что у нее вот этот вот фидер, он без прорези. Видимо, прорези там где-то внутри, соответственно, ну, тут ничего не видно. Чернила пошли. Сейчас. Опять же, первая заправка. Так, перо немножко, перо, как я говорил, поменьше. И написано на ней только, на ней, на пере Бауэр. Собственно, перышко тоньше, и линии могут быть тоньше, но можно вот с нажимом немножко. Но перо жестковатое, конечно, жестче. Как оказалось, я думал, что это будет перо немножко помягче, но нет, перо жестковатое. Вот. Но, тем не менее, пишет традиционно, опять же. Что вам еще написать? Вот такая вот шутка. Ну, не знаю. Вот это немножко у меня какие-то сомнительные. Вот, что-то тут перебор с чернилами. Смотрю. Сейчас, сейчас, сейчас. Не очень мне понравилось. Не очень мне понравилось. Не совсем. Внешний вид хороший, но как-то она... Ну, может быть, это просто первое впечатление такое. Вроде ничего. Внешний вид хороший. Ну, тоненько. Пишет тоненько. Гораздо тоньше, чем предыдущие ручки. Но все-таки как-то, не знаю, какое-то такое странное впечатление. Ладно, посмотрим, как она будет в эксплуатации. Ну, вот, собственно, такая ручка. Бауэр 517. Поэтому рекомендую, кому понравится, покупайте. А также задавайте вопросы, подписывайтесь, комментируйте. Так, в остальном, я вам все показал. Итак, до новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...